Дорогие соотечественники! В странные времена, однако, мы живем. Как-то все подвержено фальсификации. Фальсифицируются товары и услуги, фальсифицируются лекарства. Вот даже новости стало как никогда модно фальсифицировать. Но перед тем, как поднять вот эту тему сегодняшнюю, о фабрикации новостей, о фальсификации, о том, как мы на это ведемся, зачем и почему это все делается, и почему так мы поступаем, ведясь на это, я хочу вам сообщить одну очень удивительную, на мой взгляд, новость. На этот раз совершенно не фейковую, поскольку она идет из источников, которые связаны с очень серьезными экономическими исследованиями. Оказалось, что рынок контрактов где-то в сотню раз ныне превышает рынок обыкновенных реальных активов. Что это означает? Это означает, что на каждую фуру, которая куда-то поехала и приехала, приходится не менее чем сотни виртуальных фур, которые не проходят ни по каким банковским реестрам, ни по какой банковской отчетности. Иначе говоря, мы имеем дело с некоторыми виртуальными сделками, над сделками, над сделками. И оценивается это по-разному. Значит, где-то есть цифры до 600, внимание, 600 триллионов, а 600 триллионов – это 600 тысяч миллиардов. И вот представьте себе, мы живем в такую эпоху, когда эти призрачные оцифрованные деньги, тем не менее, числятся долларами и считаются вполне, так сказать, серьезными денежными финансовыми активами. Что это означает? Это означает, что все звезды журнала Forbes, которые оперируют десятками миллиардов более-менее реальных активов, выглядят, ну, какими-то, такими то ли голодранцами, то ли нищими, с точки зрения тех лиц, которые, естественно, в реестрах журнала Forbes не значатся, потому что они оперируют суммами порядка десятков триллионов долларов. Естественно, чтобы сохранить свою власть и свои вот эти виртуальные активы, эти люди, для которых миллиардеры являются попросту, как я уже сказал, голодранцами и нищими, естественно, что для этих людей и Трамп, самый богатый президент из истории Соединенных Штатов, тоже кажется каким-то так себе средней руки швондером. Поэтому его и загоняют в стойло, и заставляют его по-прежнему загонять в стойло других. И вот эти ребята, которые загоняют нас всех в стойло, в последнее время отработали совершенно постыдную, бессовестную, наглую систему фейковых новостей. Причем грешат этим такие мощные и некогда весьма респектабельные издания, как CNN, New York Times, да и многие другие. Вот для того, чтобы разобраться, насколько это опасно, насколько это заставляет людей двигаться, действовать и поступать в угоду тем, кто орудует вот этими самыми сотнями, назовем их так условно, виртуальных триллионов долларов, мы пригласили человека с огромным опытом журналистской работы, с огромным опытом жизни в разных политических и географических средах. Я имею в виду нашего доброго знакомого Александра Стахурского. Ну что скажешь, Саша, тебя не потрясают вот эти вот ужасные числа. Рынок торговли, внимание, чем люди торгуют, контрактами, то есть фикцией какой-то, в сто раз превышает по объему рынок торговли реальными активами. Как ты думаешь, эти ребята, которые орудуют десятками триллионов на этих вот рынках, они позволят даже вот этим банкирам и миллиардерам, которые по их понятиям являются какими-то мальчиками на побегушках. Для них и Международный валютный фонд, и Всемирный банк, и даже Федеральная резервная система, похоже, является всего лишь некими операторами, исполнителями их воли. Что уж говорить, если уж самого Трампа нагибают, что уж говорить о президентах других стран, о премьерах других стран, о правительствах других стран. Как ты вот это соотносишь, вот просто лавиной, она просто стала очевидной, если раньше как-то прятались за какими-то там принципами журналистики, объективности и так далее. Уже фейковые новости поперли, как из рога изобилия. Вот ты как с твоим журналистским и жизненным, что ты видишь за этим? Что это такое? И чем это грозит? Ну, я думаю, что мир за всю свою историю не поменялся, и просто сейчас, как говорится, достигает, если можно сказать, апогея, вот эта вся история. Трамп, внесистемный человек, если мы говорим именно о Соединенных Штатах, он пришел на такой позиции, которая до него резко, редко использовалась другими кандидатами в президенты. Значит, он затронул, так можно сказать, струны души, значит, рабочей Америки, значит, обещал им выход из кризиса, поднятие уровня, как это, гордости Соединенных Штатов и тому подобное. То есть на патриотической, я бы сказал, такой волне. Он правильно выбрал время и место своих, наверное, выступлений. Плюс там есть много вопросов по поводу того, кто ему помогал и как в продвижении его предвыборной кампании. Но тут просто как бы вскрылись, открылся ящик Пандоры, наверное. Скажем так, и тут началось? Ну, в принципе, никогда не нравится человек, который идет против системы. То есть система его, значит, пытается всяческим образом подогнуть. Хотя, в принципе, я считаю, что Трамп человек системы, просто он с другой стороны, как говорится, зашел. Он на другие точки надавил, то есть он почувствовал настроение, он знает эти настроения и давно существуют. В Америке за последние 20-25 лет основные предприятия вывели свои экономические активы. И рабочие места. Да, они ушли на территорию, я так сказать, Китая, Вьетнама, Индии и других стран Юго-Восточной Азии. И, соответственно, американцы, значит, их доходы упали. Мало того, появилась зависимость Соединенных Штатов от этих стран. То есть Китай, и в этом плане мы можем ему поаплодировать. Вы сами прекрасно знаете, как китайцы умеют добиваться своих целей. Значит, они много лет терпели, пока не сформировали в своих руках всю промышленность. Это, как Китай называют, фабрикой мира, да. То есть страна, которая производит все. Айфоны знаменитые, американские и ряд других, там, значит, всяких гаджетов и тому подобное. Кстати, не виртуальные, а очень реальные, весомые вещи. Да, они производят, да. И они сейчас, ну, как говорится, по разным оценкам, там, ну, в принципе, первая экономика мира. Значит, недавно Меркель встречалась с руководителем, значит, Китайской Народной Республики, как говорится, с господином Си. Значит, и речь идет о том, что будет подписано, как это, DCFTA, как Молдова подписала, такой вот Китай подпишет. Вот это будет серьезный момент. Ну, Китай не Молдова, там ребята умеют догадаться. Да, 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 совершенно, да, да, это, на мой взгляд, это... Еще неизвестно, кто тут проиграет от такого марияжа, и кто выиграет. Ну, китайцы, у них политика, как говорится, взаимоотношений другая, это цивилизация, там, там, с разным, по разным ценам, до пяти тысяч лет истории. Ты тоже бывал в Китае, тоже пошипал, видел. Я был поражен, да, я был поражен тому, как они смогли прыгнуть так, значит, за последние, как говорят, 25-30 лет. То есть, но это все благодаря труду, благодаря консолидации общества, что вот один из важных факторов, если мы постараемся извлекать опыт. То есть, из всего, на мой взгляд, надо извлекать опыт. Молдова, к сожалению, как у нас сейчас шутят, молдаване берегите грабли, вам на них еще наступать и наступать. Вот, мы за последние 25 лет, к сожалению, значит, уже с большой, как говорится, шишкой на лбу, но наступаем на те же самые грабли, значит, конфронтация в обществе, значит, одни политики тянут нас в одну сторону, другие в другую, при этом об экономике речи не идет. И, в принципе, Молдова живет еще мифами о своем трудолюбии, о своем потенциале, о своих добрых, гуманных людях. Это все есть, но это все не того качества, это все, на мой взгляд, уже осталось как бы в истории советских времен. Как правило, людям свойственно ностальгировать по тому, что было. Идеализировать где-то. Да, да, и ругать современность и бояться будущего. Вот Молдова вот в этом состоянии, как бы если такой психотип, я бы сказал, она и живет. Кто виноват, как говорится, этот вопрос по Чернышевскому, мы, говорится, многие знаем ответ. Как говорится, кто хочет, говорится, с шашкой, с автоматом, как угодно. А вот вопрос, что делать, на мой взгляд, для нашей страны, это самый большой вопрос. Кстати, вопрос, что делать, очень тесно связан с вопросом, кто виноват. Потому что у нас в обществе принято так. Это очень типичное заблуждение заблуждающихся. Вот, значит, вот некто они, вот эти они, все тут разворовали, разрушили, черт знает чего понаделали, и нас, вот бедных, как бы и несчастных. А я вот часто задаю вопрос, вот тем, которые стучали по голове гимпу и кричали, что он Иуда. Я все время задаю один и тот же вопрос. Ребята, вы три раза избирали этого человека, всю эту его вороватую родню и всего, и так далее. Да кто же виноват? Вот вы такие, как вы и виноваты. То есть, когда знаменитый профессор Преображенский говорил, что разруха начинается в головах, он имел в виду головы, отнюдь не начальников, не диктаторов, он имел в виду головы обычных людей, которые, увлекшись вот этими соблазнами и насилием, сами породили вот этих монстров. Потому что Франциско Гоя когда-то мудро сказал, «Сон разума порождает чудовища». Извини, я перебил. И после этого, что делать? Значит, сначала надо задать себе вопрос, кто мы такие, куда мы идем, что нам нужно. А мы опять пытаемся какие-то проекты предложить, не понимая, что же нам нужно на самом деле. Ну, вы знаете, вот я сейчас говорите, я вспомнил, недавно было опубликовано интервью доктора Юнга, это ученик Фрейда. Значит, интервью он дал... Карл Гостаф Юнг. Да, 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 совершенно верно. Он его дал через два или три месяца в Швейцарии, после того, как, ну, еще не закончилась Вторая мировая война, был взят Берлин. По-моему, он в 1945 году, то ли в июне, то ли в июле месяце. И меня там поразило, значит, он высказал такую мысль по поводу народа Германии. Он сказал, что если немцы найдут в себе силы для того, чтобы переосмыслить, как они дошли, если так можно выразиться, до жизни такой, до фашизма, до вот этого человека ненавичнического уничтожения, значит, других народов. И самих себя. Да, 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 совершенно верно. Значит, если они смогут переосмыслить, пройти через стадии... Это как он рассуждал, как психолог, стадии покаяния, переосмысления, и найти в себе силы поменяться, тогда немцы станут, значит, говорится, нацией, которая будет прогрессировать. Они смогли. И смогли таки, вопреки всему. Я, как говорится, думаю, со мной согласятся многие, они смогли. Ты же служил там в Германии. Как твое мнение? Ну, вы знаете, вот памятники советским солдатам, значит, отношения к людям в форме, в советской, то есть меня поразило то, что никто пальцем не тыкал... То есть враждебных каких-то... Ну, у немцев действительно вот этот вот комплекс вины, вины, да, он существует. Я по-другому скажу, я смотрел на пенсионеров, это, короче, история-то была, когда я на них смотрел, ну, уже почти 30 лет тому назад, то есть это фактически я смотрел на бабушек и дедушек, которые были, наверное, в каком-нибудь, если не Гитлер-Югент, то... Наверняка. Наверняка, да, да, дедушки, который, значит, где-то служил на каком-то восточном фронте, вот. Когда они на одном... У нас машина остановилась на одном из автобанов, на Мерседесе, прекрасном, новеньком, эти два пенсионера, значит, поменялись местами, дедушка вышел и за руля, сел, значит, на пассажирское сидение, а бабушка села, значит, на водительское и втопила там, значит, как говорится, по газам поехала. Вот, как бы, это большой вопрос. Как говорится, мы их победили. У Марины Влади в мемуарах, если помните... Да, что случилось с Высоцким, когда он границу приехал. Да, совершенно верно. Когда он... Это первое место, которое он посетил, именно западная, значит, страна, это был западный Берлин. Первый раз, куда он, значит, с ней приехал. И у него была истерика после первого посещения города и магазинов. Она говорит, что его даже вырвало что-то. Да, он реально плакал. Она спросила Володю, что случилось. Он сказал, говорит, у них 40 сортов колбасы в магазине, но мы же их победили. То есть, мне кажется, что, если, опять же, это экстраполировать на нашу действительность, нам надо задаваться вопросом, а что нам нужно сделать, как нам надо переосмыслить, не делить общество на, значит, понаехали тут, значит, оккупанты и тому подобное. Общество необходимо консолидировать для того, чтобы мы могли двигаться вперед. Потому что каждый, ведь обидно тем людям, которые в свое время были сюда призваны, я бы так сказал. Которые строили все то, что до сих пор разграблять не могут. Да, да. Ведь мы можем говорить о высоких успехах нашей страны, но, значит, ВВП на душу населения Молдовы нынешней почти что в два раза меньше, чем на момент развала Советского Союза. Цифра экономическая. Это мы можем все что угодно. Просто процент владения вот этими, так сказать, богатствами национальным поменялся. То есть у нас есть маленькая прослойка 2-3%, которые, как говорят, рулят этим всем, а остальное население живет в нищете. В принципе, это к вопросу о том, что вот вы говорили в начале. По разным оценкам, там, 2-3, там, говорят, до 5% людей, я не говорю населения мира, владеют богатствами остальных 95%. То есть это одна из причин, почему сейчас в Гамбурге там поднимались. Я не призываю и не поддерживаю вот такое агрессивное. Да, да, да. Но, в принципе, там вот у них интервью брали. Зачем вы пришли? Они говорят, потому что глобальная, значит, экономика, вот эта G20 рулят миром. Эти глобалисты не позволяют нам, простым людям, иметь, значит, доступ к тем ресурсам, к тем богатствам, которые, как говорится, мы сами как бы заработали. То есть вот это вот дилемма, как говорится, кто виноват, а что делать, самый большой вопрос. Ты знаешь, это выходит старая как мир проблема мелкой буржуазии, так называемого среднего класса. Вся теория от Аристотеля и далее говорит о том, что основа полиса – это некий средний гражданин. Это Аристотель. Ну, понятно, middle class, так называемый. А то, что получается, этот вот средний класс утончается, утончается, большинство идет в разряд малообеспеченных и даже нищих, а какая-то часть, которая ее относительно, вот как ты приводил эти данные, что кто-то сказал, что вот эти 60 первых лиц, которые фигурируют в том же Форбсе, значит, они владеют где-то там более чем половиной богатств мира. Чем владеет, внимание, даже точнее они сформулировали, я как математик должен быть более корректным. Значит, 60 людей из топа журнала Форбс владеет тем, что владеет половина наименее богатого или, скажем, бедного или беднейшего человечества. То есть, вот половина человечества, вот если мы сбросим всех, кто меньше остальных, имеет средства к существованию и так далее, так вот эта половина человечества и вот эти 60 человек, миллиардеров, они на весах, если померить в долларах, они весят приблизительно одинаково. И процесс этот продолжает. Но у меня тут вопрос сразу же возникает, Саша, вот такой. А что делать с вот этими ребятами, которые десятками триллионов орудуют на вот этих вот, на рынках контрактов, для которых вот эти парни из Форба вообще голодранцы? Да они, по-моему, владеют 99 долларом, которые у них эти виртуальные, если им поверить, то это получается вообще чуть ли не 99%. Ну, вопрос, что с ними делать, как бы... Нет, мы не говорим, что делать. Нет, нет, я шучу. Я говорю, что с нами делать? Почему? Потому что, да, глобалисты, да, не экстремисты, нехорошие, да, мелкие буржуа в ужасе от того, но ведь они являются теми, при всем их экстреме, при всей их необузданности, а может и провокационности, тут всякое, не знаю, кто за их спиной стоит, и все эти поджоги устраивает. Наверняка с целью скомпрометировать движение. Ведь мысль же трезвая. Кому гридеши? Ко вадис? Куда идешь, человече? Библейский вопрос. Вот с этой точки зрения, насколько важно и опасно все эти фейковские новости по этим мегаканалам, по всему, куда ведут крысоловы? Ну, Виктор Иванович, за время нашей последней беседы мое мнение, как говорится, не поменялось. Единственный способ, это каждому человеку образовываться или самообразовываться для того, чтобы делать для себя выводы. В принципе, классика жанра, если говорить о, как оценивать новости в масс-медиа, такова, что необходимо посмотреть прессу или телеканалы. С одной стороны. Да, оппозиционные и другие правла. А потом, значит, Попытаться из этих... Среднюю температуру по больнице, как говорится, да. Да, значит, для себя высчитать. И здесь, я не знаю, мало что я могу нового сказать. Но просто сейчас, да, сейчас идет конфронтация. То есть, говорить о том, что это, значит, такая вселенская битва между Востоком и Западом, я бы не сказал. Деньги правят миром. Нет, мне кажется, что битва сейчас идет, вот я же как журналист, твоя точка зрения. Вот создается впечатление, что однополюстный мир начинает рушиться. Нравится кому-то, не нравится. Признаки этого всего налицо. Почему? Когда принимаются такие гиганты, как Китай, Индия, Россия, однополярности становится, говорить, очень проблематично. Это хорошо, конечно. Но с другой стороны, вот это поднятие, ведь никто просто так не сдает свои позиции. Ребята, которые привыкли, что они доминируют на медийных рынках, везде, где только не возьми, чувствуя, что они теряют власть, они начинают вести себя, как разоряющийся, скажем, теряющийся в своей позиции человек, который способен на эксцессы. Как вот в медийном пространстве ты ощущаешь? Ну вот по поводу истерии, я бы так назвал, в связи с победой Трампа, вот мне из всех, которые я считал... И потом ответ на истерию, на его победу русофобия, вот эти вот хакеры, шмакеры. Ну это... Нет, это ответная паранойя. Нет, я хотел сказать о другом. Значит, вот среди всего вот этого вот, значит, возмущения победой Трампа, мне понравилось мнение, есть такой знаменитый, значит, политолог американский, Фукуяма. Фрэнсис Фукуяма. Который конец истории предвыкал. А потом сильно разочаровался. Ну, в любом случае, это очень эрудированный, умный человек. Да, он сказал такую вещь. Он говорит, вы знаете, Америке победа Трампа нужна. Как бы ни странно, многим показалось. Потому что наша система, то есть первую очередь, еще на мере институты, значит, в ветве власти, там, законодательно, исполнительно, значит, судебная. Ну, медийная. Да, медийная, да, тоже. Да, четвертая власть, да, мы не забываем. А вот эти все ветви власти, они как бы расслабились, что они прекрасно функционируют. А Трамп явился неким таким катализатором. Он сказал, нет, ребята, я сейчас пойду против течения. Соответственно, благодаря Трампу, на взгляд Фукуямы, будет происходить некая переустановка, реформатирование системы, понимание, где у тебя происходит сбой в этой системе. Поэтому, он говорит, мы просто должны адаптироваться, мы должны пересмотреть. И не всегда это как вот, ну, я бы сказал, знаете, спортсмен, который там, я не знаю, боксер, который бой с тенью, а потом на реальный ринг выходит, а оказывается, бой с тенью только не работает без реального партнера. То есть ему необходимо все равно, каким-то образом это все нарабатывать. Да, 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 совершенно верно. Вот мы, в свою очередь, проходим тоже свою, как говорится, школу жизни, да. Но у нас, в отличие от тех же Соединенных Штатов, как бы к ним можно по-разному относиться, но у них институты очень четко выстроены, у них даже никто не может себе представить, что какой-нибудь из чиновников или из государственных деятелей, там, конгрессменов позволит себе, там, какие-то высказывания, принижающие, публичные высказывания, принижающие другую, там, национальность, там, или другую расу, значит, или, значит, про людей, там, второго, третьего сорта, что-нибудь сказать. Или сказать, давайте мы вообще присоединимся, Соединенные Штаты присоединимся, там, к Канаде, я не знаю, там, к Мозамбику или какой-то. То есть, какие-то призывы к развалу государства, то есть, там вообще такого представить себе невозможно, на следующий день он уже не будет ни конгрессменом, ни политиком, никого, он все, он будет уже, уйдет в небытие, потому что система на него отреагируется. У нас же можно вполне нормально говорить, что, вот, значит, этого государства не существует, значит, люди, которые, значит, граждане этого государства, они гражданами, на самом деле, не являются, чемодан, вокзал, значит, там, да, да. И поехали, да. Вот, пока эта проблема не будет решена, кстати, вот, к своему любимому примеру, если я вернусь по поводу Сингапура и Лик Ван Ю, когда он взял путь на, как говорится, из третьего мира в первый знаменитый. Это был великий человек. Да, да. Он сказал, начну с брата. Ну, это отдельная история, я хочу сказать... Да, но это, вот, помнишь, ты говорил, как немцы поломали себя после Второй мировой, и чего благодаря этому они достигли? Вот эту идеологию, там, человеконенавистническую исключительности. Вот представь себе Сингапур, а там те же самые китайцы во главе угла, да, где, если мы, куматристые, нашестые взяточники, то традиционный Китай, мы до них, к нам, как до Луны. И вдруг вот этот человек, китаец по национальности, в многонациональном Сингапуре, говорит, мы должны покончить с коррупцией. И сажает своего брата. Это по китайским понятиям, это вообще немыслимо. И тем не менее он это сделал. И сейчас в Сингапуре, насколько нам известно, больше миллионеров на душу населения, чем где бы то ни было в мире. И система образования там просто потрясающая. Извини, перебивай. Так вот он с чего начал? Он в одном из своих последних интервью американскому журналисту говорил, что я... То есть это самый премьер Сингапура, который вот это сделал. Да, да, да. Он сказал, он сказал, что для того, чтобы развивать общество, значит, экономику и идти по пути прогресса, общество должно быть консолидировано. Значит, и вот первым делом, что была принята задача не только его, а у него была команда, его кабинет министров, его единомышленники, все люди очень образованные, обучающиеся. В основном они все и французское, и британское образование получили. Он сказал, что необходимо прекратить межнациональные, межэтнические распри, потому что у них проблема китайцы с индусами, плюс там, значит, мусульмане. Значит, и вот, когда мы вопрос этот закроем, тогда, когда мы поймем, что мы единый народ, то есть вот просто житель Сингапур, тогда мы должны дальше двигаться. И он сказал, пока я эту проблему не решил, значит, дальше невозможно, говорит, ни в каком обществе. Ни с коррупцией бороться, ни с чем, да. То есть надо просто... Там у них система такая, что там, значит, я не знаю, как сейчас, но была, вот по его мемуарам, ходили патрули полицейские, четыре полицейские, все разной национальности. Чтобы никто не горел, что мусульманин придрался. Да, совершенно верно. И когда, значит, за административные нарушения у них там палочная система, значит, каждый из четырех бил палкой, значит, этого нарушителя, для того, чтобы не было сказать, что меня ударил, значит, условно говоря, молдаванин, а я, значит, украинец, значит, а ему, значит, и украинец тоже, условно, так я переформулирую на нашу почту, тоже давал палкой, значит, а рядом еще и ГГУ. Скажем так, что... Чтобы не было вопросов. Методы весьма смахивающиеся над средневековые, но эффект и справедливость, вот самое интересное, что никто на это не обижался. Все говорили, что это справедливо. Ну, я так понимаю, что в обществе у них шли большие на эту тему... Нет, дебаты были, но масса, большинство считало, что возрождение вот этих старых традиций, кстати, конфуцианских, китайских, это справедливо. Ну, вопрос, как говорится, классический, в чьих руках это дубинка, вот, насколько праведливо она... Но Сингапур поднялся. Сингапур поднялся. Но вопрос в том, что модель китайского мировоззрения, восточного мировоззрения, конфуцианского, конфуцианского, оно отличается от нашего. Например, тот же Лик Ван Ю в одном из интервью Нью-Йорк Таймсу рекомендовал бы его людям почитать, в 80-м году, кажется, его давал. Он сказал такую вещь, вот, говорит, у вас в Америке, вот американские журналисты спрашивают, говорит, вот, у вас же нету, значит, свободы, личности, как таковой. Он говорит, у нас модель по-другому. У вас человек, например, который принимает наркотики, он говорит, я имею право делать свой выбор. Хочу, принимаю, не хочу, не принимаю. Значит, тем самым, говорит, он говорит, что это демократия. У нас, говорит, если человек принимает наркотики, если его подозревают в том, что он их принимает, значит, он пройдет специальное обследование, если будет выявлено, его от общества изолируют, и он будет принудительно лечиться, потому что этот человек, на самом деле, для общества опасен. Его личные права и свободы, в этом плане, ради интересов всего общества, будут, естественно, подавлены. Подавлены, да. У вас же модель такая, что хочу фигурально, то и ворочу. У них мировоззрение другое. Ради общества, как это, готовы пожертвовать... Примат общества, примат личность. А у нас же это совсем другое мировоззрение, ну, я не хочу сказать, что это связано только на христианстве, просто у нас другой менталитет. Такую идею у нас внедрить, но, с другой стороны, так же он сказал, хотите развивать в своей стране туризм, начните с чистых общественных туалетов. Вот, говорит, это вот один из первых, как это, а это опять же по Булгакову, да, как говорится, сортиры. Начинается... Все в головах. Да, да, да. Он говорит, начните, потому что по-другому невозможно. К сожалению, опять же, мы деградируем. Вопрос, кто и как. У нас, понимаете, у нас, на мой взгляд, все хотят, чтобы к власти пришел другой человек, который навел порядок. Но на самом деле, необходимо не человека менять, необходимо менять систему. Потому что хороший пилот, говорят, ой, он хороший пилот, он может управлять этим самолетом. Но если самолет, на самом деле, неустойчив, если он несовершенен, то будут проблемы, независимо от того, а когда хороший самолет, и у него есть режим автопилотирования, у него есть современная система, условно, навигации, он устойчив, он устойчив, то есть, он, как говорится, способен, как говорится, сопротивлением, так сказать, стихии быть, то этот самолет, как говорится, не упадет. А у нас, как говорится, то молятся, условно говоря, на одного руководителя, то потом... Партия дай порулить, партия дай порулить. Вот мы должны менять систему. Для меня, например, это большой вопрос, потому что человек, после того, как он ушел от власти, он должен наравне со всеми жить, иметь возможность обратиться в суд, где суд примет решение не в зависимости от того, кто сейчас у руля в стране. Они как Шевчук, бедняга, даже бежать было некому, и говорят, он у нас приземлился. Ну... Не-не-не, это отдельная тема. Это, кстати, очень характерно. То есть, получается, пока человек правил, как бы все было тихо, мирно, сейчас за него взялись, да? И спрашивается, а что это, откуда это вдруг единственный крайний виноватый? Что-то я не верю в это. Ну... Что ты вот можешь сказать? Вот случай Шевчука. По поводу Шевчука? Не, это... Ну, поскольку все... Да, ну, по поводу Шевчука, вы знаете, я с Шевчуком лично встречался, меня с ним... Неужели он крайне виноватый из-за всей беды Приднестровья? Сильно со мной. Ну, вопрос не в этом, вопрос в другом, что у него, говорится, многолетний конфликт еще до своего, до его президентства был, значит, с одними из самых влиятельных людей в Приднестровье, да. Значит, с компанией Шериф, это всем известно, это во всех источниках, то есть, есть. Существуют разные мнения, существуют разные версии, но одна из них, что Шериф в том числе, значит, способствовал со своей стороны приходу его к власти, когда он был кандидатом, то есть, такие версии есть, а после того, как он пришел к власти, он не был достаточно, так назовем, благодарен им за это, либо он, наоборот, стал... И лоялен. Да, то есть, в принципе, опять все сводится к тому, что, когда судебные, значит, и правоохранительная система, то есть, силовые структуры в том или ином, я так назову, в той или иной стране или в том или ином регионе действуют в угоду либо по принципу тех, кто находится сейчас у власти, мы не можем гарантировать никому ничего. Поэтому, это одна из причин, почему сюда не идет зарубежный бизнес, почему сюда не идут инвестиции, потому что, как говорят, на камнях не растут деревья, необходимо для бизнеса любого, чтобы он пришел в любую страну, сделать гарантированные условия. Это сейчас, вот когда говорят, Молдова готова принять бизнес, а зарубежные приходите в гости к нам. А вопрос, готовы ли они принять нашу готовность? А вопрос в том, что на самом деле конкурентноспособность Молдовы очень низкая. Вы посмотрите, например, в той же соседней Румынии, там нет единого на всех налогов на добавленную стоимость. Там, например, когда румыны решили развивать туризм, одно из направлений очень прибыльных, то есть, если ты не можешь внутри производить какой-то продукт, пусть приезжают люди, значит, в твоей стране оставляют деньги, это нормальный подход. Нет, твоим продуктом являются вот эти услуги и товары для туристов. Если ты не можешь как Китай производить, я не знаю, иконы. Какой туризм? Если обычно товары и услуги ты идешь за границей и продаешь, то здесь клиент сам к тебе приходит и покупает у тебя на месте. Кстати, вот должен сказать, вот почему-то у нас в стране, я вот сам в Бутученах, ты знаешь, там вот это ветвь вот моим соседям, там ребятам удается поднимать на должный уровень вот этот туризм и не только наш отечественный, но и приезжают много из-за рубежа, им нравится. Но вот почему-то отношение к этой отрасли, одно из немногих, которое производит реальные ценности, да, и за которыми приезжают всегда из-за рубежа, вот как-то не чувствуется отеческого отношения руководства страны. На мой взгляд, ответ очень прост. В руководстве на протяжении последних 25 лет в руководстве нашей страны стояли люди, которые, как говорится, все выросли из советской, так сказать, шинели. Когда партия называется либерально-демократическая, либо либеральная, либо какая-то другая партия заявляет о своих либеральных взглядах, это ничего не имеет общего с их экономической и политической стратегией. Потому что если мы говорим о том, что мы даем свободу бизнесу, то мы должны ее давать. И логично, как поступили румыны, они, по-моему, ввели налог 9% для туристического сектора. То есть гостиницы платят налог не 20, там 21 у них было, по-моему, не помню, а 9%. Соответственно, этим самым мотивируют открывать небольшие отели, небольшие ресторанчики, которые работают на эту структуру. Да и как-то их поддерживать. Китай по сравнению с Молдовой это очень прогрессивная страна, потому что там на улице лоточников, которые продают разные там с... Никто не гоняет. Это я тебе говорю, что и ты видел, был, и мы с тобой оба видели. Ведь посмотри, в Китае четко действует принцип. Не можешь дать денег, дай свободу. А у нас ни денег, ни тебе свободы этих бабок и прочих гоняют. И вот эта вот тупость, я бы сказал, вот эта политика чиновничьей братья, которая паразитирует на власти, власть для которой является бизнесом, они рубят сук, на котором сидят. Передача у нас подходит к концу. Что бы ты, Саша, хотел сказать нашим дорогим соотечественникам и телезрителям? Какой, ну, скажем так, призыв какой-то? Не, опять же, я что, оракул, я вам скажу просто... Ты не оракул, но призвать ты имеешь право. Ну, я призываю к терпению, с одной стороны, и, как говорится, помните, как классик сказал, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Никто, кроме нас. И своей собственной головой. Ну, совершенно верно. Спасибо. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Александр Стахурский, говорили мы о разном, но как-то у меня такое впечатление, что с чего мы начали передачу, тем и закончили, что живем мы в эпоху фальсификатов, фальшивых экономических отношений, фальшивых товаров и услуг, фальшивых политических доктрин и фальшивых новостей. И, поскольку здесь несколько раз упоминался булгаковский профессор, то закончим передачу с этим же самым тезисом. Разруха начинается в головах, причем в головах не тех, кто управляет нами, а нас самих в первую очередь. А поэтому, вот как здесь повторил Александр Стахурский, начинать надо себя. Начинать надо со своих собственных взглядов, своего отношения к жизни. И тогда, как тоже было здесь высказано, что-нибудь в этой жизни на что-то мы доспособны будем. По той простой причине, что никто за нас ничего доброго и ничего хорошего на этой земле не совершит. Благодарю за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович